Здесь у нас есть специальная кнопка на центральном тоннеле, которая включает режим гравий Дим, тебе не кажется, что здесь однополосное движение, но из-за того, что такой поток машин, все едут здесь два ряда Это вообще правильно? Я считаю, наверное, что неправильно Премьеры московского международного автосалона, дорожные заторы Ярославля и Land Rover Evo Это «Автопром» и начинаем прямо сейчас на острие атаки Юрий Кораблев Поехали! СК «Прогресс» – один из крупнейших застройщиков в Ярославле Качество выше цен – СК «Прогресс» Аплодируем! Вот он, долгожданный пакет и... Качественный грузовой транспорт теперь можно купить в Ярославле В нашем городе открылась авторизованная сервисная станция «Вольво Групп» Специализирующаяся на обслуживании грузовиков «Вольво» и «Рено» и прицепной техники к ним Сегодня у нас праздник, мы открываем станцию, грузовую станцию «Вольво Групп» Политика фирмы такая, мы думаем о машинах клиентов, а клиенты должны думать о своем бизнесе Кроме офиса продаж, компания «Яртрак-сервис» представила технический центр обслуживания и ремонта автомобилей Современное оборудование, квалифицированный персонал Также здесь любой ярославец может пройти государственный технический осмотр своей машины Также рядом расположен специализированный магазин по продаже комплектующих для грузовых иномарок Сотрудники фирмы помогут с подбором запчастей На презентации компании были представлены два флагмана грузовой транспортной линейки от «Вольво» и «Рено» Сегодня именно эти тягачи пользуются наибольшим спросом Потребители оценили качество, практичность и комфорт таких машин На мой взгляд, это одни из самых лучших грузовиков в мире Всем гостям праздника организаторы предоставили возможность тест-драйва Мы воспользовались шансом по полной Я никогда еще не управлял такой огромной грузовой машиной Чувствуется такая мощь прямо под тобой Шикарное пневмокресло, так удобно Это вам не легковой автомобиль Официально авторизованный сервисный центр компании «Яртраксервис» ждет гостей и клиентов в Ярославле на улице Промышленная, 12А В выходные один из автосалонов предложил всем желающим прокатиться на солидных паркетных внедорожниках Команда «Первого Ярославского» решила воспользоваться шансом и засадить машину поглубже в грязь Обывателю может показаться, что XC60 специально создан для бездорожья Конструкторы позаботились о высоком дорожном просвете Под капотом тестируемого автомобиля установлен дизельный двигатель мощностью 181 лошадка Полный привод позволяет владельцу такого кроссовера не растеряться даже на самых сложных участках дороги Но по-настоящему внедорожникам «Вольво» назвать все-таки нельзя Трансмиссия паркетника сконструирована таким образом, что задние колеса включаются в работу только в случае пробуксовки передних На вискомуфту при этом приходится большая нагрузка Поэтому дилеры советуют, непролазную грязь шведы лучше не отправлять Однако для нашей съемочной группы было сделано исключение На кроссовере мы проехались вместе с инструктором На ровной грунтовой дороге автомобиль ведет себя уверенно Подвеска легко справляется с небольшими ямами и жесткими неровностями В повороты на такой дороге кроссовер входит чуть покачиваясь При этом пассажирам в салоне весьма комфортно, не трясет Для поездки за грибами в лес и на рыбалку отлично подходит А вот ямы поглубже для паркетника настоящее испытание Машина кренится, скребет защитой двигателя по грунту Переднего привода ей явно не хватает Задние колеса включаются в работу с небольшим опозданием Но ловко подхватывает крутящий момент Мне страшно Давай, давай газу не бойся Опасения водителя не напрасные Впереди небольшой брод На такой машине в нем можно и увязнуть Во время тест-драйва мы ни разу не застряли отдельно о системе контроля тяги автомобиля Она отслеживает частоту вращения колес при разгоне и в случае пробуксовки уменьшает обороты двигателя На нашем автомобиле передние колеса ни разу не провернулись в холостую Чуть что включалась в работу задняя ось и паркетник продолжал ехать, разгибая грязь Хотелось покататься на нем больше, но организаторы тест-драйва не дали Желающих было много Какой бы цвет вы ему не подобрали В потоке он всегда будет заметен Его дизайн не оставляет равнодушных А благородный рев двигателя похож на зов молодого льва Давайте посмотрим новую историю Land Rover Evoque Evoque создан на базе Freelander Поэтому мы заранее знали, что он может невероятно быстро ездить Фантастически послушно менять траекторию А на бездорожьях абсолютно не дрейфить Автомобиль прекрасно делает повороты с наклоном под 45 градусов И без проблем поднимается на крутую горку Даже на малой скорости Одним словом, Evoque умеет многое Хотя все его качества вряд ли понадобятся в реальной жизни Эвок Это не просто автомобиль Это автомобиль со словами стиль, респект, уважение на дороге Вот все, что я не еду, мне уступают дорогу Даже если приоритет не мой Но при виде такого красивого автомобиля Люди невольно хотят его пропустить вперед себя Чтобы просто полюбоваться на машину ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тест-драйв Land Rover Range Rover Evoque На асфальте показал, что автомашина прекрасно ведет себя на ровной дороге Объем бака у Evoque небольшой, 60 литров Но в городе он расходует по паспорту всего 8 литров дизеля В стандартном алгоритме движения Evoque почти ничем не отличается от Freelander Пожалуй, только благодаря тоненьким 20-дюймовым шинам Evoque немного быстрее и чуть жестче старшего брата При желании машину можно оборудовать отдельно подвеской Адаптив Динамикс, снабженный амортизаторами Магни Райт Эти амортизаторы, благодаря спецжидкости с магнитными частицами Дают возможность постоянно изменять характеристики автомобиля От комфорта до режима спорт Подобная система позволяет Evoque отлично штурмовать виражи, парясь с кренами Конечно, если салон Evoque осмотрит обладатель премиумного автомобиля То вряд ли чему-то удивится Но владельцы недорогих автомашин будут от салона в восторге Единственное неудобство у трехдверных моделей Это путь движения на заднее сидение Которое вместит только двух человек Для большой семьи или компании желательно выбрать пятидверную версию Салон автомашины хорош Руль оснащен подрулевыми лепестками и многочисленными кнопками Приборы постоянно меняют с белого на рубин подсветку Цвет зависит от режима трансмиссии Передние сидения исключительно классно спрофилированы Имеется подлокотник-тоннель, снабженный шайбой коробки передач Салон оборудован пультом климат-контроля А находящийся на передней панели сенсорный дисплей Снабжен навигацией и камерой Предназначенной для обзора заднего вида Это компенсирует неважную обзорность назад Продолжение следует... Если вы вдруг захотели полихачить Здесь у нас есть специальная кнопка на центральном тоннеле Которая включает режим гравий Что, вероятно, позволяет машине не пробуксовывать на песчаных поверхностях На глиняной почве Наш Range Rover Evoque также оснащен режимом Sport Здесь переключение происходит на более высоких оборотах Но за счет этого уменьшается время разгона до сотни Стоит этот автомобиль и дорого, и дешево Если сравнивать его с конкурентами Обладающими подобной проходимостью Довольно неплохой динамикой И невероятно удобным салоном То можно хорошенько сэкономить примерно 500 тысяч рублей Это оптимальный вариант и для личности, не имеющих материальных проблем И желающих самовыражаться с помощью качественного и дорогого автомобиля Имеется три типа комплектации Кузов окрашивается в 12 цветов Evoque оснащается 20-дюймовыми колесами Много вариантов обшивки кресел кожей Еще больше вариантов отделки панелей Минимальная стоимость автомобиля больше полутора миллионов рублей Что получит автолюбитель, заплатив эту сумму? Базовое исполнение – турбодизель Мощность 150 лошадок 2,2 литра Расход которого в городе составит не более 7 литров И 6-ти скоростную коробку передач Ну вот и финал нашего пути Взятский источник с водой Из города мы доехали до сюда на Evoque за 25 минут По преданию, эта вода обладает чудодейственными свойствами И спить ее приезжают сюда многие ярославцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин